как снизить давление лекарственные методы и изменения образа жизни я сейчас вам об этом расскажу меня зовут игорь целинчук я президент международного института здоровья человека уже более 10 лет мы помогаем людям во всем мире избавиться от тяжелых хронических болезней самыми простыми надежными и естественными способами и так в первую очередь конечно когда вы придете к врачу с диагнозом гипертонии вам будет поставлен то есть повышенное давление а это реально я считаю что выше 130 на 80 это уже повышенное давление уже нужно что-то делать предпринимать меры то в первую очередь лично прописывать те или иные таблетированные препараты разные препараты бывают комбинацию препаратов одного не хватает пьют несколько такая терапия действует лучше но все эти препараты конечно имеют побочные определенные эффекты их должен подобрать врач с учетом вашего здоровья какие чаще всего назначают лекарства первые мочегонные средства мочегонные средства диуретики они провоцируют частые мочеиспускания и это помогает снизить уровень калия а хороший баланс калия необходим для правильного сердцебиения обычно врачи предлагают когда выписывают хлортролидон гидрохлоратиозид и их производные ингибиторы apf ангиотензин превращающего фигмента ингибиторы apf они блокируют образование apf это природное химическое вещество которое сужает сосуды и помогают расслабить сосуды допустим к ингибиторам apf относятся лизиноприл бенозеприл каптоприл и другие лекарства того же следующий тип лекарств это блокаторы рецепторов ангиотензина 2 бра блокаторы рецепторов ангиотензина они тоже расслабляют кровеносные сосуды эти препараты но за счет того что блокирует действие именно ангиотензина в организме чаще всего к этим препаратам относятся лазертан гандесертан их назначают различные сортаны препараты телный сортан вал сортан и так далее это блокаторы рецепторов ангиотензина и еще есть блокаторы кальциевых каналов вот эти блокаторы кальциевых каналов помогают расслабить мышцы кровеносных сосудов и замедляют частоту сердечных сокращений они чаще всего вот эти блокаторы кальциевых каналов более эффективны для пожилых людей например эти лекарства там ладипин делки азем и так далее их производная но при приеме таких средств как раз нельзя есть грейпфрут потому что грейпфрут им мешает но понимая что есть лекарство и понимаю что врач вам их выпишет на самом деле нужно очень четко понимать что можно надолго понизить давление без всяких лекарств вот на уровень давления нашего огромное влияние оказывает образ жизни и можно его изменить здоровую сторону и очень часто гипертония полностью отступает как у наших учеников либо потребность лекарства намного 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 уменьшается допустим американская клиника моё клиник разработала 10 необходимых жизненных изменений которые помогают справиться с лучше давайте по ним пройдемся что они рекомендуют кстати все эти жизненные изменения точно так же мы рекомендуем это проверенные опытом проверенные проверенные тысячами людей изменения первое нужно избавиться от лишнего веса каждый потерянный килограмм снижает давление примерно на один пункт каждый килограмм снижать давление примерно на 1 2 нужно регулярная физическая нагрузка это не обязательно там в зале там с тренером заниматься иметь дорогой абонемент и нужна физическая нагрузка и очень важны именно аэробные упражнения это хорошие длинные прогулки темповые легкий бег езда на велосипеде плавание танцы танцы отличная отличная тренировка 30 минут в день посвященных таким занятиям и можно снизить давление еще на 5-8 пунктов только с помощью аэробной нагрузки но я у меня аэробные нагрузки лично более серьезные продолжительные и так далее у меня давление лично принизилось еще больше у меня на самом деле с 16 лет было диагностировано гипертония сейчас нормализованное лекарство не нужно ешьте здоровую пищу это просто рекомендации я думаю вы хорошо понимаете больше фруктов овощей особенно овощей больше зерновые в виде каш каких-то с грубо зерновых цельнозерновых с оболочкой да я рекомендую зеленую гречку я рекомендую цельную овсянку не хлопья в коем случае а цельную овсянку я рекомендую перловку перловка тоже отличная кашка ешьте меньше жиров особенно откажитесь от жиров всяких полуфабрикантов выпечки какой-то фабричный заводской и так далее это позволяет из артериального давления до 11 пунктов уменьшить четвертое важно его очень-то важно сократите количество соли в рационе до минимального минимума соль соль очень серьезно воздействует наше артериальное давление не больше пяти граммов соли в день всего во всех продуктах опять граммов соли в день это меньше чайной ложки а соль если мы говорим о заводских каких-то фабричных супермаркетов ских продуктов соль пихают везде во все продукты и так далее поэтому лучше всего лишь готовить себе самостоятельно и минимум самый минимальный минимум соли используя ограничить количество алкоголя моя рекомендации клиники моего и вообще может быть лучше совсем не в том числе особенно пиво что пиво приводит задержки жидкости в организме повышение давления и пиво увеличивает жир в области живота эстроген увеличивает мужчины тоже время это очень плохо влияет на давление хотя бы к этому разумно относиться лучше всего просто отказаться 6 это рекомендация всех и всегда и везде с курением нужно расстаться навсегда каждая сигарета повышает давление на двадцать пять процентов одна сигарет 7 очень важно наладить режим сна спать не меньше 7 часов в сутки нормально спать ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже на выходных и днем можно днем такой разумный отдых тоже в одно и то же время себе позволять это же полезно следующее правило снизить стресс хронический стресс один из основных провокатор повышенного давления еще раз стрессообразующие факторы которые у нас есть происходят с нами да у меня кстати видео детальное даже два видео на канале про то как снизить стресс подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны так вот различные стрессовые факторы которые на нас воздействуют они никуда не деваются но нашу реакцию на эти стрессовые факторы мы можем регулировать нашу реакцию стресс это не факторы которые действуют стресс это наша реакция как мы на эти факторы реагируем то есть мы вот едем допустим машине в пробке застряли можно с по-разному это реагировать пробки это зло не я я когда перестал нервничать из-за пробок у меня стрессу сильно уменьшилась и прочие другие такие же вещи которые с нами происходят следующее это правило я думаю что вы им пользуетесь контролируйте свое давление имейте свой аппарат для измерения давления и регулярно консультируйте с врачом дома надо обязательно мерить давление это позволит вам понять какие изменения в образе жизни полезная какие может не обязательно вот это очень важно понимать то есть все мы мы все измеряем что мы не измеряем то мы не контролируем и очень важна поддержка родственников и друзей в этом деле в борьбе с повышенным давлением вот скажите что у вас есть проблема повышенного давления и попросите их помощи да вот какой разумный к каждый с чем-то сможет помочь кто-то поможет вам разобраться с более здоровым питанием с помощью кого-то вы может курить бросить и так далее да с помощью кого-то кто-то создаст вам компанию для физических занятий и так далее все вместе дает нам отличные результаты еще раз напоминаю не забудьте подписаться на наш канал вот здесь я разместил нажмите на кнопочку здесь мои бесплатные мастер-классы о полезнейших вещах связанных с нашим здоровьем и я или цельничок президент международного института здоровья человека желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и радости и счастья всего самого лучшего увидимся в новых видео на нашем канале